Добрый день! Сегодня инбоксинг. Это кубик от саб-бренда компании MoYu GoGuan Yuxiao EDM, или Yuxiao, кому как нравится. Что нам известно об этом саб-бренде? Когда-то был кубик GoGuan Yuxiao, то у меня в розовом пластике, и для своего времени очень хороший кубик был. Потом Yuxiao Pro, которые выпустили сначала не магнитную версию, которую я купил, а потом и магнитную, я расстроился из-за того, что купил раньше времени, надо было сразу магнитную, и как бы он у меня лежал-лежал особо им и не покрутил, но что-то он широкого распространения не получил. Также есть отличная двушка, которая на протяжении очень долгого времени была моей основной. Это уже магнитная версия. Эти пока два без магнитов. И вот компания, ну саб-бренд GoGuan выпускает EDM. Выглядит он вот так. Упакован как, ну, топовые трешки от Mojo. ГТС-3М, вот такие вот VRM. Очень похоже. Бокс, в котором сам кубик. Пока отложим. Также здесь, что есть, какая-то карточка, к дну прилипла. И коробочка, видимо, с аксессуарами. В ней мы находим инструмент для настройки. Еще карточку. Инструкцию. Еще инструмент для настройки. Отверточку. Запасную крестовину. Что не совсем стандартно. Ключик, позволяющий выполнять двойную регулировку. Ну и инструкция. Ложить на всех случаях. Ну ничего нового здесь. Обычная инструкция для топовых кубиков. Теперь все карточки забираем обратно. А, ну, запасные магнитики. Здесь мы видим, что магниты двух размеров. Потолще и потоньше. Понятно, почему вот эта карточка лежала отдельно. Не в коробочке. Но в коробочку не помещается. Кубик выпущен уже достаточно давно. И я изначально ждал, ну, на опыте с этим кубиком. Юксио ПРО. Что вот они выпустили немагнитную версию. И будет магнитная. Ну, а здесь она магнитная была сначала. Но я ждал цветную версию. То есть цветного пластика. Не дождался. В итоге я так кубик покупать и не стал. Но получила в качестве приза на одном из чемпионатов за третье место в дисциплине 2х2х3. По-моему, было в Саратове. И да, в качестве приза это получить было приятно. Ну, то, что бесплатно. В чем особенность этой головоломки? Особенность именно в системе регулировки магнитов. Название EDM это аббревиатура, по-моему, Epic Dollar Magnetic. В чем суть? Смены магниты придумываешь компанию GAN. GAN X сменные капсулы. Здесь вот такой вот, если видно, магнитик, который можно двигать туда-сюда. Это можно делать даже ногтем. В нижнее положение и обратно в верхнее. Соответственно, такие магнитики расположены на 12 ребрах. А на углах мы ничего не видим. Перемещая этот магнитик, мы либо делаем его ближе к магнитику, который в угловых элементах, либо дальше. Идея-то хорошая, идея интересная. И в новом кубике от GAN, GAN XS, который я уже заказал. Но я не знаю, когда выпущу это видео. Возможно, он мне уже приедет. И, возможно, это видео выйдет после, чем GAN XS. Но там такая же система, только три положения. Здесь положение два. И как бы удобно, не надо с собой таскать сменные капсулы, если захочется поменять магниты. Хотя и так понятно, что мы, скорее всего, выберем какую-то одну силу магнитов и будем на ней крутить. Я изначально этот кубик взял и давай на нем крутить мою любимую тысячу. Как на любом новом кубике. Достойно. Кубики 3х3. Я открутил сотку и был просто разочарован в этом кубе. Открутил, по-моему, еще сотку или две. И был твердо намерен, скажем так, дать на него плохой отзыв. В принципе, и сейчас мой отзыв не будет сильно хорошим. Но он будет объективным. В чем суть? Изначально магнитики стоят на нижнем уровне. К примеру, у меня так было. И в этой ситуации они практически не чувствуются. То есть, как будто у вас обычный немагнитный куб. Еле-еле-еле можно ощутить легкое воздействие магнитов. Ну, как бы, я решил поменять. Поменял уровень магнитов. Ну, их положение. И стало лучше. Насколько лучше? Ну, стало намного лучше. Все это стало вполне комфортный кубик, который можно собирать. То есть, я его беру, перемешиваю. Он комфортно крутится с магнитами в крайнем положении. Там, где они чувствуются сильнее. Вращаю. Мне комфортно. Но не за полторы тысячи рублей. Не за тысяча семьсот. Он сейчас продается в магазинку. То есть, доставка. То есть, я вот такой кубик. Там, тысяча за две рублей. Не хочу. И вам не советую. Есть Thunder Club V3. Есть и Long 2M. Они лучше, чем это. Но стоят в три в четыре раза дешевле. Это неплохой кубик. Он неотвратительный. И можно собирать. Но у него есть определенные минусы. Во-первых, цена. Ну, если вам все равно на цену. То для меня очень важным параметром было наличие версии цветного пластика. Так, я уже давно перешел на такие кубики. Здесь нет. Производители не планируют. Тогда, для чего же сделан этот кубик? Ну, для того, чтобы протестировать технологию. Протестировали. Хорошо. Возможно, будут дальше где-то применять. Ну, GAN XS это уже показывает. Как я понимаю, GAN XS рассылался многим тестерам. И от них собирались отзывы. Если отзывы были разумные, то, возможно, и там много чего учли. Если бы мне прислали, как для тестирования такой кубик, я бы сказал следующее. Вот эти вот устройства для смены положения магнитов, здесь абсолютно бесполезны. То есть, в одном положении магнитов нет, в другом есть. Ну, там, где нет, они еле-еле чувствуются. И просто для тех, кто привык к магнитным кубам, это будет просто безобразие. Да, ну, на таком собирать не хочется. Ну, отсутствие цветного пластика, то, кстати, минус. А так, абсолютно бесполезная фишка на неплохом кубе. То есть, мы, по сути, платим-то вот за эту фишку. Да, здесь такая система двойной регулировки натяжения граней, как Вилонги, ГТС-3М, ВРМ, них подробно останавливаться не буду, все о них уже было рассказано. Удобная вещь, да, хорошо. Но вот это нам зачем? Вот это вот. Нажми и сделай куб хуже, называется, да? Ну, изначально присылают плохой кубик, потом можно сделать и лучше, и как бы эффект, ура, кубик стал лучше. Но обратно-то мы уже точно не будем ставить. Ну, для тех, кто любит магнитные кубы, а не без магнитов. Купить магнитный кубик и отключить в нем магниты, это, конечно, очень разумно. Да, есть там в Гане X капсулы без магнитов. Возможно, для каких-то целей они нужны. Но, по сути, это просто переплачиваем за них. Да, идея с изменением положения магнитов хорошая. Возможно, она, ну, будет актуальна. В данном кубике она актуальна, но здесь два положения. Хороший кубик, плохой кубик. Причем хороший кубик, это обычный кубик, невыдающийся кубик. То есть тот же Yolong Kid Underclub. Да, вот современные, они лучше, чем вот этот. А так, если взять, скажем, что этот кубик не имеет вот этих вот устройств по изменению положения магнитов, а просто кубик, ну, рублей за 500. Если вот так расценить. Не особо громкий. Вполне приятно вращается. Резку улов проверим. Ну, режет. Иногда мне кажется, чуть-чуть в окапе. Ну, за 500 рублей нормально пойдет. Я на нем ничего не улучшил. Я еле домучил на нем эту тысячу, которую я обычно кручу, чтобы сделать, ну, составить какое-то мнение о кубике. Просто мне не хотелось его крутить. Да, вот с магнитами в правильном положении, в более далеком от центра кубика. Он комфортно вращается. Но неинтересно. Если вот Yolong Kid Underclub я крутил с удовольствием. Да, у меня вот эта тысяча пролетела прям быстро. И это я крутил больше месяца. Иной раз даже, ну, надо покрутить. Чуть ли не заставлял себя. Хотя кубики надо крутить. Удовольствие всегда. Для порядка давайте посмотрим строение. Сравним его с предыдущими версиями. Надеюсь, что компания, ну, саббрендом Moilong Go One вынесла отсюда урок. Так понимаю, продается этот кубик не очень хорошо. Не очень актуален. Посмотрим, какой будет XS от Gana. При попытке извлечь отсюда ребро, которое достаточно крепко там сидит, у меня просто снялась вот эта верхняя часть. Ребра, обнажая тем самым вот эту конструкцию. Это вряд ли плюс, но вот, раз нам кубик предлагает посмотреть поближе, то вот. Я, наверное, полностью его разбирать не буду. Приложу картинки, поскольку, ну, строение самого кубика здесь мало интересно. Здесь фишка только в этих устройствах. Поэтому в живую не буду, потому что его придется раскручивать. Эту двойную регулировку. Это мало, забавно. Как-то вот так. Каратский вывод. Покупать кубик? Нет. Точно нет. Очень хочется, возьмите у кого-нибудь покрутить. А если не у кого, то и не надо. Абсолютно неинтересный кубик. Совершенно ненужный для покупки. То есть, если бы я его покупал, я бы огорчился. Ну, как приз в чемпионате, почему бы и нет, можно иногда покрутить. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.